Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Французские депутаты представили постановление о признании Республики Арцах. В Армении нет института ответственности, культуролог Карина Акапян. Интервью с Рафи Кортушаном, вице-президентом Фонда изучения армянской архитектуры. Еще одна группа беженцев вернулась в Степанакерт из Армении. Аврора объявила о первых проектах гуманитарной помощи жителям Арцаха. Жители села Дерсим в Западной Армении требуют восстановления церкви, разграбленной кладоискателями. Группа французских депутатов приняла постановление о признании Республики Арцах. Постановление было зарегистрировано и одобрено Президиумом Национального собрания 16 октября 2020 года. Следует отметить, что Республика Западная Армения обратилась к Франции с призывом осудить Азербайджан и турецкие зверства в Арцахе и принять меры против воинственной политики этих двух стран. Отдельная статья. Национальное собрание, принимая во внимание статью 34.1 Конституции, принимая во внимание статью 136 Устава, подтверждает свою решимость вносить вклад в мирные усилия на Южном Кавказе. Подчеркиваю желание французской дипломатии искать решение Нагорно-Карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ с 1994 года вместе с другими сопредседателями России и США. Напоминая о четырехдневной войне в Нагорном Карабахе 2-6 апреля 2016 года и переносе конфликта на суверенную территорию Республики Армения в 2020 году, принимая во внимание альянс между Азербайджаном и Турцией, который был направлен на продвижение военного решения, следствием которого стало возобновление боев 27 сентября 2020 года, с учетом вербовки наемников, служивших в джихадистских отрядах в Сирии, в ряды азербайджанской армии и их участия в боях с 27 сентября 2020 года. Учитывая, что армянские меньшинства, находящиеся под управлением Азербайджана, неоднократно подвергались резине, особенно в Сумгаите, с 25 по 27 февраля 1988 года, 23 ноября 1988 года в Кировобаде, с 12 по 19 января 1990 года в Баку, 10 апреля 1992 года в Мараге. Следовательно, их безопасность не может быть гарантирована на территории Азербайджанской республики. Принимая во внимание отчеты Европейской комиссии против расизма, нетерпимости и Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, который подтверждает, что армянское население не может свободно жить в Азербайджане. Принимая во внимание нейтральную позицию Франции в отношении Нагорно-Карабахского конфликта как сопредседателя Минской группы, как дипломатического взаимодействия, которое способствует процессу поэтапных переговоров, которому препятствует стремление Азербайджана к военному решению. Учитывая грозу крупномасштабного вооруженного конфликта на Южном Кавказе, который может поставить региональные державы на грань войны и на Ближнем Востоке. Отмечает отказ правительства Азербайджана урегулировать Нагорно-Карабахский конфликт путем переговоров. Подчеркивание уникального характера Нагорно-Карабахского конфликта из-за боевых действий и региональных влияний, которые требуют соответствующего решения. Подтверждает настоятельную необходимость достижения окончательного урегулирования конфликта, гарантирующего прочную безопасность гражданского населения. Подтверждает абсолютную необходимость обеспечения его полного суверенитета над Нагорно-Карабахом вне рамок азербайджанской администрации без угрозы уничтожения армянского населения в рамках окончательных границ, установленных в ходе многосторонних переговоров, в том числе с властями Арцаха. Призывает правительство немедленно признать республику Арцах и установить дипломатические отношения с властями Арцаха для достижения окончательного урегулирования конфликта. 18 ноября, через несколько часов после того, как мэрия Парижа приняла призыв о признании республики Арцах, Сенат Франции принял решение проголосовать по проекту постановления о необходимости признания Нагорно-Карабахской республики. Представляем вам интервью с культурологом-публицистом Кореной Акопян. Госпожа Акопян рассказала о памятниках армянско-исторической культурной ценности в Армении и представила свое видение культурной политики, проводимой Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и затронула порочную привычку соседних стран представлять нашу культуру как свою. Интервью доступно на нашем сайте и на YouTube-канале. В интервью нашему телеканалу Рафик Куртущан, вице-президент Фонда изучения армянской архитектуры, представил историко-культурные памятники Арцаха и их значения, рассказал о памятниках на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Интервью доступно на нашем сайте и на YouTube-канале. 18 ноября 936 человек вернулись в Арцах из Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России. В сообщении говорится, что 23 автобуса из Еревана в сопровождении патрульных групп российского миротворческого контингента, а также военной полиции, прибыли на главную площадь Степанакерта. Отмечается, что с 14 ноября в Степанакерт вернулись 2600 беженцев, ранее покинувших свои дома. 18 ноября 2020 года стартовала программа гуманитарной инициативы «Аврора», которая предусматривает оказание непосредственной помощи населению Арцаха. Как сообщили Арменпресс, в отделе по связям с общественностью первыми проектами являются 1. Выделение 10 000 долларов США для оказания помощи в эвакуации жителям семи населенных пунктов Мартакертского района. 2. Выделение 10 000 долларов США для организации питания в течение 15 дней для 166 человек, находящихся в пансионатах в Севане, Зележане, Ереване в сотрудничестве с Фондом Победы 2020. 3. Выделение 10 000 долларов США для оказания помощи Мире и Степанакерта в восстановлении центрального рынка. 4. Выделение 2050 000 долларов США на приобретение 50 комплектов предметов первой необходимости детям, перемещенным из Арцаха в Армению, Араратская область, в сотрудничестве с Global Shapers. 5. Выделение 2000 долларов США на приобретение жизненно важных лекарств для пожилых людей, проживающих в Арцахе совместно с Фондом МИАСИН. Кроме этого, инициатива Аврора начала прием заявок на проекты по оказанию помощи пострадавшим детям, перемещенным семьям и раненым из Арцаха и из Армении. Заявки можно отправлять на info.avroraprice.com Жители села Кечимли в провинции Тунжили Западной Армении хотят восстановить церковь Эрген Святое Воскресенье, разграбленную кладоискателями, и взять ее под свою защиту. Церковь Эрген, построенная армянами 1300 лет назад с использованием резной каменной кладки, отражает тонкие детали традиционной резьбы по камню в этом регионе. Церковь, которая была почти полностью разрушена и осквернена за эти годы, стала мишенью для кладоискателей. Один из жителей села рассказал, в этом районе много церквей. Эрген – одна из них. Все они разрушены, и если не разрушены, то подвергались акту вандализма. Повсюду на стенах надписи, добавляет в конце наш собеседник. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение ансамбля «Акунг» «Арцах и Калерк». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.